В какой валюте хранить деньги? Какую часть активов отводить под иностранную валюту? Сегодня разбираем три правила, которые помогут сохранить деньги от обесценивания. Как всегда, доступные без воды. Поехали! Всех приветствую, на связи Александр Шевелев. Я думаю, вы тоже помните времена, когда доллар стоил не 80 рублей, а всего 6 рублей. Лично у меня почему-то эта цифра надолго застряла в голове. Помню, как рядом с моим домом был варек с мороженым. Там были еще всякие жвачки, газировка различная. И вот я ходил в этот ларек и по дороге все время что-то пересчитывал на рубли. Например, сколько жвачек я могу купить на 1 доллар? Видимо, какая-то своеобразная игра у меня была тогда. Но если в детстве все это казалось чем-то несерьезным, то сейчас, спустя 20, даже 30 лет, я понимаю, что с тех пор рубль по отношению к доллару ослаб в целых 13-15 раз. И с тех пор тренд на снижение стоимости глобально никогда не менялся. Именно поэтому иметь иностранную валюту в наше время, даже если вы не инвестор, крайне важно. Основной стратегией работы с валютой, а именно стратегией работы с долларами, я поделился в предыдущем видео. Обязательно посмотрите. Но покупка какой-то определенной валюты, тех же долларов, например, это не самое главное. Важно уметь работать с разными валютами. Поэтому сегодня я хотел бы продолжить эту тему, рассказать о хранении валюты и поделиться достаточно простым алгоритмом, который может применить абсолютно любой человек. Перед тем, как мы начнем, приглашаю вас подписаться на мой YouTube-канал. Я особенно рекомендую это сделать тем, кто интересуется темой инвестиций, трейдинга на фондовой бирже, кто хочет в целом начать больше зарабатывать, потому что именно все эти темы я поднимаю на своем канале. Также под этим видео я разместил ссылку на полезные чек-листы, гайды и курсы, которые сэкономят ваше время и помогут повысить доходность вложений. Обязательно скачивайте. Ну а теперь давайте рассмотрим первое правило разумного хранения валюты. Всего их, напомню, будет три. И первое, на что стоит обратить внимание, это диверсификация. Я думаю, вы знаете фразу «не храни все яйца в одной корзине». Касаемо валюты, это означает, что не совсем правильно хранить деньги только в рублях. Или даже только в долларах, например. Можно воспользоваться простым правилом 33%. Например, 1 треть храним в рублях, 33%. 1 треть в долларах и 1 треть храним, например, в евро. Такая простая, на первый взгляд, диверсификация позволяет снизить риски и не допустить обесценивания сбережений. Даже если российский рубль сдаст позиции, что происходит часто, мы не останемся в минусе и даже заработаем. Потому что в остальные валюты у нас будет вложено около 66%. То есть в периоды резкой девальвации наши сбережения не пострадают. Разумеется, можно приобрести и другие валюты. Это могут быть не только евро или доллары, но и фунт, юань и так далее. Тут уже выбор каждого. Но лучше концентрироваться на наиболее популярных и сильных валютах, которые являются, как правило, тихой гаванью для инвесторов. То есть это те валюты, которые начинают пользоваться большим спросом, когда в мире происходят всевозможные неординарные события типа санкций, военных действий, финансовых кризисов и так далее. Например, если раньше у меня третьей валютой в портфеле было евро, то сейчас, учитывая дальнейшее развитие восточного направления, юань имеет, на мой взгляд, большие перспективы. Поэтому я постепенно наполняю свой портфель именно этой валютой. Второе правило заключается в том, чтобы поддерживать баланс между валютами. Не просто купить и забыть, а периодически делать так называемую ребалансировку портфеля. И сейчас я объясню, что это такое. Например, если вы видите, что из-за изменения курса доли какой-то валюты в портфеле увеличивается, это можно удобно видеть в том же Тинькофф Инвестиции, например, когда мы анализируем распределение валют, имеет смысл выравнивать баланс и продавать часть выросшей валюты. Продавать таким образом, чтобы придерживаться, например, той же доли 33%, о которой я вам рассказал ранее. То есть, например, если вы видите, что доллар резко взлетает с 75 рублей до 86, по сути отклоняется от своей изначальной точки на 15-20%, можно продать небольшую часть долларов и либо просто увеличить тем самым долю в рублях, либо купить на рубли какую-то другую валюту, которая наоборот подешевела и доля которой в портфеле меньше 33%. То есть, если мы видим, что доллар наоборот снижается, можно на часть рублей купить эти самые доллары и сделать так, чтобы баланс выравнивался. Тем самым долларов в портфеле будет становиться все больше и больше, а потом, когда произойдет рост, можно будет их очень выгодно продать. Да, вы не всегда будете продавать в самый подходящий момент, какая-то валюта может продолжить расти после продажи и дальше, но таким образом мы придерживаемся классической разумной схемы купить дешевле, продай дороже. Если вам необходимо выровнять доли, но вы не хотите продавать валюту, можно как раз идти по тому пути, который я озвучил ранее, просто покупать ту валюту, доли которой в портфеле у вас меньше всего. Но это больше подойдет в том случае, если вы покупаете валюту, например, каждый месяц, то есть каждый месяц сберегаете какую-то определенную часть денег и направляете ее на покупку долларов, евро, юаней и так далее. Чтобы вот эта ребалансировка была максимально эффективной, важно знать о третьем правиле. Покупать валюту через банки крайне невыгодно, потому что банки закупают валюту по биржевому курсу, а потом, по сути, устанавливают наценку для населения. Я бы, если честно, тоже хотел бы иметь такой бизнес, потому что если вы, например, на 100 тысяч рублей покупаете доллары и сразу же их продаете, то моментально теряете 4-5 процентов. То есть на счете остается уже 95 тысяч рублей. Чтобы просто отбить вложение, вам нужно каждый раз дожидаться роста или снижения цены как минимум на 5 процентов. Поэтому лучше всего покупать валюту по биржевому курсу, используя для этого любого популярного брокера, Тинькофф, БКС, Финам, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, без разницы. Открываете брокерский счет онлайн, устанавливаете мобильное приложение, вносите на него необходимую сумму, причем моментально можно это сделать переводом с карты, а затем покупаете любую валюту. Сама же покупка иностранной валюты занимает буквально несколько секунд, и самое главное, что биржевой курс самый выгодный, комиссия невысокая, и при этом купить можно даже 1 доллар или 1 евро, 1 юань и так далее. А если доллары, евро или юань в дальнейшем нужно будет срочно конвертировать в рубли, вы не потеряете много денег на обмене, и это действительно очень важно. То есть вот 3 правила, которые должен знать каждый человек, который хочет сохранить свои деньги. Не храни все яйца в одной корзине, поддерживай баланс между валютами, делай ребалансировку и покупай-продавай валюту по биржевому курсу. Понятно, что данная стратегия направлена в первую очередь на сбережение, просто держать доллары или евро под подушкой или в тумбочке это не самый эффективный вариант, но даже вот эти 3 простых правила позволят вам по крайней мере защитить капитал и не переживать по поводу того, какую игру затеют мировые валюты, пока вы будете спать, и как это отразится на курсе рубля. Я поделился своими принципами, и мне будет интересно услышать вашу позицию, поэтому поделитесь своим опытом в комментариях, расскажите, какую валюту вы обычно покупаете, почему это делаете. Может быть вы наоборот верите только в рублевые сбережения и не хотите связываться ни с какими долларами, юанями, евро и так далее. Напомню, что у меня на канале есть видео «Когда покупать доллары», в котором я поделился своим видением курса доллара на ближайшую перспективу, но даже это не самое главное. Главное, что я там рассказал о своей проверенной временем стратегии работы с валютой. Она является универсальной, поэтому берите на вооружение. И еще, если вам понравилось это видео, то, скорее всего, полезным будет и информация про то, куда не нужно вкладывать свои деньги. Это еще один ролик на моем канале, в нем я рассказал о нескольких направлениях, которые стоит обходить стороной, если вы только начинаете заниматься инвестированием. Ссылки на эти видео я добавлю в описании и в конец, в заставке. Ну а если вы хотите, чтобы в следующих видео я рассказал о том, как валюту можно использовать более эффективно, работать не просто над сохранением капитала, а в большей степени над ростом сбережений, напишите в комментариях слово «хочу», и я буду понимать, что тема вам действительно интересна, и я запишу отдельное видео. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, отправьте его тем, кто тоже интересуется темой личных финансов. Ну а с вами был Александр Шевелев. Создавайте капитал и достигайте финансовых целей быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok